всем привет и добро пожаловать в очередной выпуск на канале гараж майами да господа у нас сменилось название соучастник прикупил очередной юнит и я здесь но не для того чтобы помочь ему его разгружать а потому что в нем автомобиль да я вооружен уже приборами и сейчас мы с вами увидим что это за автомобиль и вот такой вот автомобиль он прикупил смотрите это mitsubishi 3000 жутишная но есть нюансики смотрите на дверях нету ручек как они открываются пока вопрос именно поэтому похоже я тут да ладно сейчас будем думать как их открыть короче тут засада прям нету ничего вообще как сюда залезть не так не открывается могут быть ключи 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 могут быть везде где угодно но вроде их не видно судя по всему машина по ржавчине и присохшим горником машина стоит прям очень давно там нет владельца случай внутри похоже нет но видно что на механике mitsubishi 3000 житишная да кстати среди местных коллекционеров этот автомобиль очень ценится а этот автомобиль я вижу что просто в офигенном состоянии ну не считая небольшой пожар сейчас я выключу камеру и мы будем его открывать с помощью вот этого нехитрого инструмента и старых технологий машину мы открыли что у нас тут ай-яй-яй ты знаешь она по-моему чуть-чуть заплеснила а я нашел ручки дверные правда они внутри в салоне и ничем они нам не помогут но они есть а вот чего нет так это ключей этот автомобиль и заныканы нет только эта дверь у нас не открывается да найти ключи но пока безуспешно есть упаковка шоколадки в одном углу воздушка в другом дохлая крыса интересно это как-то связано или нет ракет господа и конечно же дамы у нас очередные гости на этот раз в гостях у нас тот человек чья улыбка ослепила миллионы зрителей на канале у чердака всем здорово буду ослеплять улыбкой тут серый перекуп на связи в общем отдыхая в майами не смог проехать мимо легендарного диму элэй гараж да ладно какой легендарный обычный дима планах есть у тебя вообще переехать в майами слушай пока на самом деле нет у меня кайфу от лусангелоса естественно напрягают налоги и тут я вот общаюсь как бы по налогам конечно поинтереснее у меня бизнес такой что мне принципе независимо от того где живу я зарабатываю одинаковое количество денег но кто знает кто знает но через какой-то промежуток времени окажусь мы как тебе вообще в общем и целом мая если брать по погоде конечно однозначно плюсе если брать по стоимости сейчас я смотрю что уже очень близко маями тоже не дешевый город становится но потому что вся калифорния сюда вся вся весь нью-йорк все калифорния сейчас все тусуются маями но в целом конечно крат классно маями прям то кстати я был русском ресторане вот русские достают просто отмены и магазины русские тут тоже отмены и матрешка там огромный выбор по сравнению с лос-анджелесом где заходишь ту же одессу и такое ощущение как будто на машине времени ты лет на 30 назад советский такой гастроном с теми же запахами всех наборов продуктов тут летом будет жарковато у нас будет прикольно по сравнению с лос-анджелесом нет нормально на самом деле жарко когда такой офис то конечно не жарко я понимаю моя площадка наталья которая нам пол рисовала сегодня устраивает вечеринку тут у нас пользуясь моментом в каком-то индийском индусском непонятно в каком скилле короче вечером посмотрим короче ребята залетайте на канал у нас много движения интересного подписывайтесь следите в общем все очень круто те кто скучает за чердаком вот у меня его очень много пока знаете человек такая сволочь что ко всему привыкаешь это я к тому что когда заходишь в машину через дверь багажника 5 раз на дню то это уже становится привычным делом не работает блин я подсоединил аккумулятор попытки что-нибудь там заработает свет салон то хоть горит ничего не горит сейчас у меня задача открыть водительскую дверь и потому что едет специалист который будет делать ключ под замок ему нужно как-то сюда попасть как сюда попасть вы сами понимаете это сейчас очень просто я большого успеха не достиг тоже больно легко ходит и поэтому что-то мне подсказывает что что-то там отломано вот видите как она тут все чудесно поставить то поставили отсоединить забыли и где сказать что трассы сюда не подведены там нафиг забыть такое не может учет факты не шутите где-то же они должны быть забрал замок и вы знаете стоит иммобилайзер то есть ключом будет не все так просто как казалось изначально короче аккумулятор когда подсоединял спешки забыл подсоединить уточния его не увидел провод и попытка номер 189 да ладно да господа это сделал с отверткой закрываем как она открывается теперь о другой вопрос снаружи она от этого открываться не стала но хотя бы внутри открывается уже хорошо потому что человек который будет делать ключ ему нужен доступ бога более удобный нежели с багажника я думаю они ко всему привычно это мы закрываем или лучше не закрывать как думаете я еще когда подключал аккумулятор у меня была мысль что что-то не искрит вообще на аккумулятор заряженный кстати я его зарядил как оказалось вот этот провод был спрятан туда прям далеко далеко видимо это проделки владельца реально походу спрятал но потому что не может да если вы отсоединили он вот где-то лежит а так он был куда-то вот туда прям засунул день день прошел дверь открыта закат блин а все с дверью не так а еще ну подумай ну попробуй нет нет не открывается так что с дверью не так думай 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 я прям вижу вот волосы шевелятся вот-вот мыслительный процесс точно сгоревшим закрой дверь с той стороны смотри стой да отвертку не ломай подсказка когда ты открываешь дверь ты за что берешься я поняла тут просто стекло грязь ладно здесь нет ручки слушай у меня прям истерика я смотрю все нормально вообще не понимаю что тут короче эта машина стояла в сторидже закрыта и у нее не было ручек ну и нет их до сих пор понимаешь вот так то есть это прикол такой типа с брелка открываются двери брелка нет ключей нет от этой машины интересный поворот ну блин тачка прикольно ее можно под феррари сделать я видела в украине вроде бы сделали красного цвета комиксик под феррари не но они вообще ценятся на самом деле коллекционеров за 15 за 20 да вот теперь у тебя задача ее восстановить отмыть конечно ты дал мне машину какую-то восстановить машину машину мечты была у меня задумка просто убрать личинку замка и отверткой просто заводить автомобиль для контента но так безусловно веселей но моя задумка потерпела пиаско потому что это 94 год автомобиль и в нем уже стоит чертов иммобилайзер поэтому вызвали специально обычного человека который приехал делать нам ключ и сейчас процесс в полном разгаре господа ждем 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 ключ в плюсе 180 долларов в минусе я понимаю господа машина стояла неизвестно сколько и судя по всему очень долго антифрисы я проверил масло тоже вы поняли да что я хочу сделать ну на дурника вдруг заведется представляете вот светится светом многообещающим на самом деле вот что значит японцы вы понимаете он работает ну стучат гидроконденсаторы что в принципе логично я не могу в это поверить стояла непонятно сколько времени закрытом совершенно помещение завелась с пол оборота это японцы этим все помню как ужасно пищит радио надо будет с ним что-то сделать ну и как работает нормально внутри да он работает вообще чистенько изначально когда его завел гидроконденсаторы стучали но что в принципе логично но сейчас все отлично единственное подписывает надо будет гидроусилитель жидкость и наличие для машины которая простояла столько лет я думаю что это очень хорошо да это не хорошо это просто фантастика фантастика даже вот видите как я слабо в машинах разбираюсь это фантастика какие проблемы есть с цеплением гидроусилитель в принципе я думаю всего а помыть ее конечно помыть ее помыть помыть надо точно а сцепление я когда на погрузчик из гаража выгонял я эту педальку просто продавил и она упала вниз я понял это 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 я это я просто купил посмотрел позвонил и все и отошел в сторону ну давай отгоним в сторону и помоем нам надо ведро для этого и мочалка и все правильно нет знаешь у меня есть идея получше какая я увидел мы следуем нашему с тобой плану ставим тут в пинке кресло всего два а нас больше предлагаю сделку играем партеечку кто проигрывает моет машин легко согласись так гораздо лучше мыть машина моем моем трубочистая чисто чисто это перламутр вообще такой серьезный слой грязи был что не было видно а это перламутр кстати раз пошла такая пьянка много предположений кем же приходится мне ангелина самое распространенное что она моя дочь ну нет это не так господа ангелина справилась со своей задачей теперь может спокойно повтыкать телефоне смотрите какой великолепный цвет на самом деле образовался это перламутр именно поэтому ее красили салон мы еще не трогали его предстоит отделить помыли ее только снаружи для того чтобы загнать его бокс поработать со сцеплением конечно же сменить масло все жидкости посмотреть что там у нас гидроусилителем и уже следующий этап детейлинг салона будем делать достаточно несложный вариант по работу нам попался это удачно соучастник купил на самом деле везет ему а машина то красивая согласитесь хоть и 94 год выпуска но тем не менее от этого она хуже не становится и что самое главное у нее состояние просто вот великолепное для ее опять же таки повторюсь возраста хорошие диски хорошая резина то есть принципе автомобиль сел и поехал но можно даже без цепления сесть и поехать что в принципе я сейчас буду делать потому что я сейчас буду заряжать полку автомобиль соучастников помыть снаружи пока еще и притаился в ожидании того момента когда я возьмусь за его техническую часть итак первое что у нас на повестке дня это конечно же сцепление смотрите педаль сцепления скажем так вялая да ну то есть вообще никакого сопротивления она не встречает тут еще пружина должна стоять она почему-то тоже порвала тем не менее просто пустоту что случилось моя рабочая версия на сегодняшний момент это проблема главном цилиндре находится он здесь в нем тормозная жидкость а тормозная жидкость как вы знаете очень любит впитывать себя влагу и вот напитавшись этой влагой манжете который резиновый присох наверное там к цилиндру когда соучастник особо не думая нажал со всей силой на педаль сцепления манжетики эти скажем так пришли в негодность сейчас мы его снимаем разбираем кстати тормозной жидкости было очень мало и это я уже дали чтобы продиагностировать посмотреть может быть в этом была проблема но не проблема где-то глубже нужно его снимать снимать его скажем так не очень просто ну да ладно бывали случаи и потяжелее поэтому погнали отсюда он две гаечки и там у нас трубка все ясно понятно логично неудобно как там нынче модно говорить ахалай махалай вот он наш герой знаете тут не просто сорвались манжетики а поршень ушел вот сюда вот в его дальнюю часть и танк заклинит такая вот история то делать с ним дальше разобрать его попробовать что-то почистить поменять манжеты то есть потратили на вот тучу времени либо же просто тупо заказать на амазоне точно такой же за 27 долларов я думаю второй вариант логичный заказы пока ждем главный сцепление у нас есть время заняться салоном то есть нужно собрать вот это то что я разобрал здесь здесь во вторых разобраться вот с этим вот писком смотрите вставляю ключ и появляется вот такой вот просто противный писк слышите не знаю что это короче сейчас буду разбираться смотреть или такая ставить участник так и катается ночью нет может быть даже подключить какой-то реле чтобы типа азбука и морзи было тык 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 газовый 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 я думаю соучастнику понравится я пока собираю двери и жду коробочку которые должны привести кто-нибудь из соучастников слове конечно если евгений еще не успел продать я вчера буквально высказал предположение что не так быстро все продает что в один прекрасный момент может и неудачно подвернувшегося ему под руку соучастника продать нах я думаю это будет большая потеря но дорого нашел тут пульт от этой аудиосистемы это же тут установлено смотрите на состояние батареек они просто тупо разложили серию понимаете да сколько времени этот автомобиль простоял стороны я поставил новые батарейки уже вытащил ибо живее он не стал короче не работает эта фигня выбрасывать ее не буду положим ее вот сюда бардачок типа так и должно быть теперь в обратном порядке махалай ахалай я думаю будет так и заливаем тормозную жидкость вялость педали у нас ушла но от этого сцепления больше не стало как вы понимаете но мы видим что все у работает главный работает а значит делаем что правильно господа добираемся до рабочего убираем воздух из систем рабочего проще всего долезть отсюда сверху края крышку воздушного фильтра патрубок и вот он вот здесь вот он видите время его скажем так коснулась ржавенький он достаточно сок купили не знаю как его назвать для того чтобы выпустить воздух системы сейчас моего откроем когда поближе тормозуха значит все мы в порядке выкрутил я его полностью и вы знаете там сухо сухо и снова сухо но хорошая новость том что на нем не было ржавчины и это уже хороший признак скажу я вам и хотелось бы сказать что эта процедура не вынужденная а плановая в принципе в любом случае хотел это делать для того чтобы сменить тормозную жидкость в системе сцепления безусловно есть более быстрый способ прокачки сцепления то есть мы просто подсоединяемся вот сюда к рабочему цилиндру давим главный цилиндр ну вот в принципе все но не забываем что у нас задача не только прокачать сцепление но и убрать остатки старой тормозной жидкости поэтому качаем вниз и выглядит это вот так ну сцепление уже начала появляться вы же понимаете уже накачали зафиксировали все получилось видите перейдем на ту сторону и открываем клапан как называется все видите какая гадость у нас оттуда льется закрываем и вот так раз наверно 15 или 20 а может и больше знаете цепление уже появилась тем не менее нужно довести операцию до конца чтобы оттуда у нас валилась чистенькая тормозуха свеженькая заодно весь тот шлаг который там все ж таки образовался какая-то ржавчина еще что-то все это у нас помыл работаем работаем ну еще какой-то по счету круг и да конечно можно было это все сделать вакуумом было бы гораздо быстрее но вы будете смеяться вакуумных аппаратов продажи нет но именно того что мне нужно чтобы был компактный нормальный коронавирус поставки с китая закрыты прекращены что-то работает что-то не работает что-то доставляется что-то нет но так в принципе вы знаете чувствуется дефицит именно инструмент потому что все тут производится в китае как я уже говорил я до сих пор не могу купить кран для того чтобы двигатель снимать хочется новый бушный не хочется покупать ну вот сцепление есть и это уже прямо рад ну вот 20 минут беготни и сухом остатке мы имеем чистейшую тормозную жидкость аки вода в горном ручье собираем корпус воздушного фильтра так где у нас очень важная клемма в принципе все вопрос оцеплением как вы понимаете решен и мы плавно плавно так переходим к следующему вопроса дверном вопросах как вы видите ручки дверные у нас отсутствуют напряжь если они присутствуют внутри тут не знаю что они работают они тоже не работают в общем нужно решить вот этот вопрос есть четыре пути варианта решения этого вопроса первый элегантный стиле конструкторов от бмв но это уже такие прям супер современные технологии где-то 22 век это те технологии которые они применили для открывания капота бмв ай 8 а капот знаете как открывается нужно дернуть вот за эту вот штучку и кстати она не одна стоит двери точно такая же мы берем проволоку делаем вот такой вот крючок он висит здесь если вам нужно открыть дверь вы так дергаете и дверь открывается это один вариант второй вариант стиле тесла то есть мы ставим вот сюда такую большую красную кнопку подошел нажал на нее дверь открылась третий вариант просто поставить родные ручки на благо одна из них валяется там сзади и и вполне хватит для водительской стороны для того чтобы водитель мог зайти салон как зайдет туда пассажир но это уже отдельная история вам она не интересна по определению ни один из этих трех вариантов меня не устраивает и у меня есть четвертый вариант и сейчас мы пойдем заниматься этим самым четвертым вариантом продолжение дверной эпопеи для того чтобы что-то установить нужно естественно снять тот старая тем собственно говоря я сейчас и занимаюсь это старая сигнализация которую нам нужно отсюда удалить аккуратно чтобы автомобиль после удаления чувствовал себя хорошо такой творческий беспорядок у меня тут происходит и чуть-чуть терпения я вам покажу какое решение я принял как нам сделать так чтобы эти двери открывались ну и сейчас когда работа уже закончена я готов вам показать то решение которое я принял подходим к автомобилю нет ни к багажнику по привычке к двери нажимаем на кнопочку и вуаля дверь открылась заходим внутрь выжимаем сцепление вставляем ключ делаем вот так втыкаем скорость в ручник и заглохли бывает но можно и вот так что еще осталось сделать ну конечно же привести в порядок салон чем я сейчас занимаюсь вытираем это плесень вы годовую никому знаю в общем такой вот план ну и потом конечно же позвониться участник и сказать забирай свой автомобиль все у нас готово позвонила соучастнику и сейчас он подъедет для того чтобы потестить этот автомобиль посмотреть что мы с ним сделали и как это у нас получилось по салону смотрите я более-менее привел его в порядок то есть убрал вот этот плесень которая тут висела чуть ли не грузиями не скажу что идеальное сделал но всяко лучше нежели было детейлинга мы не занимаемся поэтому нужно будет наверное куда-то на детейлинг отгонять эту машину но опять же таки решение будет принимать соучастник продавать ее так либо же салон довести до идеального прям состоянии пока ждем соучастника я помогаю поехать прокатиться ну что все работает ну да все отлично протестил теперь твоя очередь я кружочек быстренько вижу вижу уезжаю наши парни наши так здесь можно разворотик сделать узкое стекло как амбразура ё-моё ох ох моща я тебе говорю ты летчик капец какая она огонь теперь можно сказать что тачку протестили все работает можно продавать да но этим уже ты займёшься поэтому пока поставлена еще одна галочка еще одной автомобильной истории со счетливым концом и пожалуй сейчас наступила грустная минута расставания с вами буквально до следующего выпуска а